Аплодисменты должны просто не замолкать. Наконец-то! Исторический момент! Ключи от университета в руках университета! Тысяча койко-мест, 25 километров обоев. Такой занимательной арифметикой руководство Алгу увлекалось три года подряд, в то время как студенты без жилья ждали открытия общежития. По государственному контракту два корпуса на 14 и 16 этажей должны были быть построены к июлю 2017 года. А то, что мы себе срок поставили такой строительный, это ни о чем не говорит. На строительство было потрачено 560 миллионов из федеральных средств. В каждой комнате стоят кровати, застелены. В каждой комнате готовы для приема чистые стулья, тумбочки, цветы. Но госинспекции края только домашнего уюта было недостаточно. Ведомство долго не принимало объект. Во время строительства не раз возникали трудности. В начале ноября во время внеплановой проверки обнаружили 14 нарушений, но в СМИ университет отрицал проблемы. При этом разрешение на эксплуатацию общежития университет получил только на прошлой неделе. В каждой комнате имеется свой динамик, датчики. Слово безопасности на самом высоком уровне. Талгат приехал из села Курья. Студент с завистью смотрит на коридоры нового корпуса. Он живет не в самом лучшем общежитии на улице Эмилии Алексеевой. Ему еще повезло. Сотни студентов только мечтают о своем койком месте. Ну, без тараканов не обходимся, но жить можно, как говорится. Когда в этом корпусе был ремонт, парень бесплатно штукатурил и выносил мусор. Ему пообещали, что все работающие на стройке будут первые в списках заселенных в новое общежитие. Ну, если нет, так нет. Ну, значит, не судьба. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. Наши новости.